всем приветики пришла ко мне такая вот посылочка хотя ее заказал недавно вроде как вообще недавно 25 может числа она уже пришла числа я не помню седьмого наверное очень быстро я упаковочка не открывал ту сторону это почтовый пакет то страна показать не буду потому что во первых название и описание там не видно а свои данные я не заклеил все обычный почтовый пакет вот он без без пупырки но в нем была такая вот коробочка такая вот коробочка картонная заклеенная скотчем модель чайна из какой-то серийный номер так с двух сторон заклеена скотчем чтобы мы видели что она вроде как новая но самом деле скотчем можно может кто уход на заклеить так открываем это у нас как бы зарядное блок питания там очень чего нету ну и вот он блок питания это специально для часов заказывал которая с проектором потому что тут там у меня от юсби работают а юсби начал пищать вроде мне кажется сразу он не пищал а сейчас пищит потому что юсбшники но они предназначены обычно для зарядки то есть зарядил телефон юсбшным блоком питания потом отсоединил а он не работает круглосуточно из того что юсбшный блок питания работает круглосуточно он начал как вроде как пищать тихонько я поэтому решил купить блок питания он такой блок питания без лампочек без ничего выглядит вроде как новым нету на нем не царапин ничего хотят какая-то грязюка или что это а вот и царапинка только она видна такая вон царапинка из грязюка только сказал что выглядит на ума по сюрприз но в целом более-менее вроде как нормально входит 220 выходит 502 ампера на выходе такой провод это длиной метр до метра длину не выходи такой маленькая как раз под чашечки под мои чашечки там внутри тоже нормально такой есть просто две таки как-то к проволочке тут таким вот штукой вот такая вот внутри здесь бывает такой вот проволочка и все у типа таким зигзаг чикам и я на не очень а здесь там прямо вот что-то типа такое вот и посередине ну типа здесь это получше будет получается элитро или тройное такое типа это получше чем проволочка вот но и можно принести мои часы а или стоп проверить мультиметр выдает он вообще или нет вдруг он не выдает и так вот он мультиметр и казалось бы как бы померить если туда она такая маленькая уже она кстати подключена да ну просто не влазит а все просто берем берем проволочку вставляем внутрь она дотрагивается до контактиков а дальше просто уже дотрагиваемся до проволочки выдает 5 вольт и 55 вольт и . 23 523 ну когда возьмет амперы она упадет до 5 конечно же может даже меньше но в целом до вольтам правильно значит нормально можно принести часы и на них проверить в общем вот они мои часы они сейчас работают от этого блока питания а он вроде как для заряну для зарядки телефонов предназначен то есть сюда подключается зарядная кабель для телефона и она заряжает и по идее здесь фон ты зарядил отключил там зарядил отключил то есть он там часа два по заряжал отдыхает день или полдня позаряжал два часа отдыхать а у меня круглосуточный уже несколько месяцев работают и начал вот шуметь раньше такого не было сейчас даже попробую показать не знаю слышно ли вам будет вот она вставил в розетку вот послушается это клетка левому динамику подносил сейчас к микрофону сейчас к правому не знаю слышно ли вам он такой что такое у хоть по моему сразу такого не было вот сейчас именно после того как он поработал бесконечно без перерыва пойдем с периодом должен работать все-таки это зарядная ну то есть зарядила и отдыхает и это его наверное испортила а это блок питания то есть блок питания он рассчитан то что он постоянно будет работать а зарядная душем она по заряжала и отдохнула по заряжал отдохну и поэтому поэтому я хочу этот провод отсюда убрать вместе с этим зарядным а поставить блок питанием и как раз здесь такой же разуме я взял вот он разъем один они одинаковые правда тут поменьше он полностью заходит в числе а этот бы побольше он будет торчать то есть это вот заходит полностью сюда опа и так еще так согнута так красиво ну а нож под это и сделано а это не полностью то что он длиннее ну и торчать будет но главное чтобы работала нормально потому что и так чувствую что этот блок ну скоро сломается потому что раньше он вообще не пищал сейчас уже слышно а потом наверное этот шум будет усилиться усилится и в итоге вообще сгорит поэтому решил купить блок питания чтобы не было проблем ну вот пожалуйста работает все подошло отключаем часы выключаются подключаем отлично часы работают это максимальная нагрузка для этих часов когда работает экраны когда светит проектор и тогда и тогда берется 045 ну 050 ну грубо говоря 050 ампера пола пол ампера берется а блок должен выдавать 2 ампера поэтому в принципе для него это будет не проблема даже если все будет работать хотя мне работает только обычно только обычно проектор все и тогда наберет общей 020 ампера что такое если послушать мог питания никаких звуков не сдают вообще то есть вот он тоже рядом к микрофону представить никаких звуков то есть по идее все нормально ну и и главное чтобы он не грелся ского дать в максимальную нагрузку но я не слышу чтобы он грелся то есть пока что все идеально по разъемам подошло числе работает все включено все работает блок не шумит не гудит не пищит пока что вообще холодненький не греется на ими на и не должен по идее символе когда еще подсветка будет выключена будет 020 сборать и когда еще проектор выключена кто вообще но вообще они ничего не тянет поэтому по идее должно быть нормально и ничего не болтается здесь я смотрю все вроде крепенько нормально а вот этот югрин меня удивил конечно я думал ну там есть блоки за 2 доллара на алиэкспрессе а игры стоит долларов пять я решил переплатить потому что у игре качественно типа ну а как оказывается тоже не сильно качественно хотя может быть тот блока если бы не игре носки которые два доллара стоит может уже давно бы сильно пищал и сгорел должен даже а этот вот так только печать начала как-то случайно слышу пищит что-то по прислушался это блок югрин русский но я решил думаю ну разом запищал лишь раньше я не слышал что пищал решил заменить заказал и она так быстро пришло вообще я прямо аж удивился в итоге вот у меня уже есть новый блок а этот пускай лежит мало ли вдруг когда-нибудь для чего-нибудь пригодится но то что он пищит это неприятно конечно я не люблю когда блоки пищат вот такие вот делишки ну пока что он не греется вот она работает пока что не греется значит наверно все нормально будет но если так то хорошо ну в общем я решил подождать как вы видите уже прошло время и блок все так же холодный все нормально с ним звуков никаких не слышно все хорошо ну то есть этот блок мне кажется будет нормально работать то что все-таки это блок питания он рассчитан на постоянную работу и и самое интересное что стоит дешевле чем зарядное я его покупал за 366 доллара и он зашел с 25 числа и заказал и седьмого я уже получил то мужской рекорд за две недели пришло а этот не стоил 499 доллара ну 5 и при этом то есть получается даже дороже чем он и при этом уже начал уже начал пищать потихоньку хотя там были блоки и за 2 доллара такие вот но я решил что you green это круто ну пошел у you green для реально хорошее качество но все хвалятся по you green оске кабеля зарядная но как оказалось тем более так красиво так аккуратненько это красивенько сделан такой маленький такой беленький так подходит под это все но как оказалось все-таки игры не очень качестве я уже убедился у него наушники этой игры на пищат шум шуму в них есть лишний вернули половину цены я за два за доллара покупал здесь долларов вернули то что ну типа сами производители признали то что у них там есть проблема плюс кабель этой игры на тоже когда я покупал именно для передачи файлов они для зарядки порой файлы не видел они тоже признали ошибку свою типа да у тебя у нас недоработки и теперь это пищит короче you green это просто ну типа распиаренная может когда-то раньше они были крутыми но сейчас уже не сейчас уже не поэтому я думаю не стоит за игре переплачивать наверное не буду покупать больше игры вот ну и вот она зарядная теперь он этом на блок питания на этом блоке питания будет работать а кстати это блок питания который покупал недавно на 10 ампер и когда вот так вот уже отключил он человек не спеша гаснет и когда когда там еще он горел здесь кстати не горит энергия оставалась я дотронулся меня аж по руке ударило я думал 12 вольт ну типа это не ощутимо там по моему постоянное напряжение для человека там типа ну 60 вольт опасно шестьдесят четыре вроде а 12 думал не должен быть ощутима но когда дотронулся вот так вот вывернул такой дотронулся до вилок меня аж пальцем по пальцам ударило и прямо я же отбросил бросил блок питания почувствовал типа там видимо должно быть как-то защита от обратного выхода но там нету в нем и мне по пальцам ударило я аж почувствовал до момента имеют вот этот блок питания я когда выключил здесь еще лампочка горела это тронулся до вилки и меня по пальцу ударило и аж отбросила зимой стеки 10 ампер 12 вольт вроде немного но но сила 10 ампер при этом конденсаторы мощные наверное и реально ощутимо было так что такое вот блок питания может ну если там защиты видимо нет он тоже окажется может может ударить хоть она ну ничего страшного не случилось но ощутимо было попасть им так аж ударило и прям ощутил вот такие вот делишки и в этом блоке питания кстати вот это такая дуга которая горела вот такая и она плохо коннектится к моему усилителю для которой я купил но порой когда начинаешь шевелить и усилитель гаснет и когда подключал шевелила много подключал он не работает пошевелишь заработать но сейчас вроде нормально может потому что разработала все равно не доходило на сразу такое вот было хотя хотя я купил этот блок питания но рассказал уже обо всем о других блоках питания во всем подряд короче такой вот блок питания это был у него распаковка и обзор будет работать этими часами я думаю все будет нормально вот но на этом все всем покидала всего вам хорошего пока пока